Продолжение темы работы. Здесь везде нужны специалисты, везде. Любая компания, любое предприятие, любой офис, везде нужны люди. Практически, может в каком-то там фитнес-центре, где всего три человека работает, может им и никто не нужен, но практически везде нужны люди. Сайт, который я не могла вспомнить, это indeed.ca. Есть еще сайт career.becon. Есть еще job bank. Даже на job bank, по-моему, там есть именно отдел, работа для украинцев. То есть там работодатели, те, которые готовы брать людей без хорошего английского. То есть здесь везде нужны специалисты, но опять-таки, если мы говорим про работу по специальности, было несколько комментариев, что интересно работа по специальности. Это если нет английского номер один, пытайтесь через GNB Mosaic, то есть пишите в Opportunities New Brunswick, записывайте, делайте свою анкету и старайтесь найти информацию, старайтесь попасть в эту программу. Если мы говорим о специальности с английским языком, не сдавайтесь. Во-первых, не сдавайтесь. Во-вторых, просто подумайте, с чего вы можете начать. Например, если вы директор по производству, да, и вы хотели бы работать по специальности, или вы там главный инженер какого-то предприятия, очень часто я вижу людей, которые и в Украине, и в России, в наших, в тех странах, очень часто такие должности налево и направо, да, очень много людей с такими должностями. Но имейте в виду, что, во-первых, у вас какой бы ни был шикарный английский, не всегда он достаточно хорош, но, опять-таки, скажу, что иногда берут на такие должности даже без шикарного английского, то есть какими-то недочетами. Но второй поинт – это то, что у вас нет управленческого опыта здесь, в Канаде. Поэтому, если вы хотите работать по специальности, не сдавайтесь, но и не идите сразу на директора. Потому что, допустим, если вы хотите идти сразу на директора или сразу на менеджерскую позицию, вы можете проискать работу год. И это кропотливый такой процесс, когда нужно ходить, знакомиться, нужно ходить на job fairs, нужно ходить на определенные встречи и искать именно такую работу. Это может затянуться на год, но, опять-таки, если у вас есть такая цель, идите, если у вас есть возможность год не работать, например. Это занимает долго. Но я бы выбрала путь другой, я бы пошла на какую-то уменьшенную должность, то есть, допустим, если вы директор по производству, то идите супервайзером на производство. Но, во-первых, не пишите в резюме, что вы там великий директор и управляли миллионом людей. Пишите более уменьшенный вариант себя, если вы хотите идти сразу не на директора. и старайтесь через такую ступеньку, то есть, вы пойдете на супервайзера, и потом, когда будет возможность, уже пойдете вверх. То есть, не старайтесь сразу. Здесь, опять-таки, хочу сказать, что очень много нужны, очень многие специалисты и хорошие люди. Но я также вижу очень много людей, которые считают себя там великими, я не знаю, аудиторами или великими какими-то финансовыми советниками и работниками, которые там съездили куда-то в Лондон, получили какую-то бумажку, сертификат, которые знают только, в принципе, систему украинскую, например, и чуть-чуть слышали о международной, про канадскую мы не говорим, да, допустим, проработали в Европе. И приезжают сюда, и сразу требование получить работу какого-то финансового советника, директора по финансам, с зарплатой минимум 100 тысяч, и фыркают, что им ничего не предлагают, кроме как в колл-центре в банке. Поэтому, ребята, как бы если... Ну, как бы нужно соизмерять свои возможности, нужно понимать, что какой бы ты крутой ни был, у тебя нету канадского опыта, у тебя нету канадского опыта управления, у тебя нету канадского опыта работы в Канаде вообще. Кстати, курсы САПА, вот те, которые даются при пиаре, если у кого-то есть пиар, если кто-то едет не по КОЭД, если у кого-то есть возможность вообще, поищите в интернете, может, эти курсы САПА вообще онлайн доступны. Но там есть курсы, или, может, есть какие-то другие курсы, которые онлайн, которые расскажут про работу в Канаде, обязательно всем смотреть, потому что приходят люди сюда работать, наши, да, и просто вообще не понимают, как нужно общаться с людьми, как нужно... Почему здесь так происходит? Почему, когда человек там, допустим, главный, да, супервайзер по производству втупил на 40 тысяч долларов, почему его не уволили? У всех такие там круглые глаза, как же так, нужно нарать, нужно уволить. Здесь так не делают, здесь нельзя так разговаривать, здесь нельзя разговаривать, например, приходить кросс-перемещение, и, например, человек с производства или человек с, например, асессор, да, вот я сейчас работаю в Property Assessment, асессор не может напрямую прийти ко мне, как к Quality Assurance Manager, и сказать, вот так вот, мне это не нравится, здесь нужно общаться со своим супервайзером, здесь всё идёт через своего супервайзера. То есть есть моменты, которые мы не знаем, а хотим работать на великих должностях, поэтому соизмеряйте свои возможности и пытайтесь идти просто по ступеньке, пойти, найти работу, которая вас приведёт к должности желаемой через год-два, через работу. Наши люди, мы очень трудолюбивы, в основном, если мы трудолюбивы, если мы реально умные, если мы реально специалисты, то куда бы вы ни пришли, на какую должность бы вы ни пришли, вы через год-два добьётесь высокой должности или найдёте эту работу, то есть уже когда у вас будет опыт работы в Канаде, это будет намного легче найти, чем сразу. Я очень, кто знает мою историю, как я добилась менеджерской позиции в говерменте, я тоже иногда думаю, ё-моё, надо было сразу сюда идти, но понимаю, что не была бы я такая хорошая, хорошим специалистом, таким менеджером, которого все уважают, которого, да, ценят. Если бы я пришла сразу, я бы была другая. Поэтому всем советую тоже не бежать сразу на менеджерскую позицию, если у вас нету никаких таких опытов работы в Канаде, работы с канадскими людьми, работы с канадцами вообще, потому что совсем другие подходы у лидершипа, чем подходы в наших странах. Короче, это я немножко ушла в другую степь. Насчет специальности, опять-таки, если хотите работать по специальности, два пункта. Пункт номер один, старайтесь через GNB мозаик, если у вас не очень хороший английский. Пункт номер второй пункт, не сдавайтесь, не старайтесь идти на что-то среднее. Третий пункт, если вы работали каким-то лаборантом, или, например, менеджер по продажам, или, например, наоборот, закупки пипеток в лабораторию, грубо говоря, да, и считаете, что, ё-моё, кому я здесь нужна со своими пипетками, или кому я здесь нужен со своим опытом, не знаю, установки каких-то кондиционеров. Имейте в виду, что здесь нужны все специалисты, и не старайтесь пере... Я просто вижу, очень многие начинают переучиваться, кто идёт на мастера маникюра, педикюра, кто там, я не знаю, стройку пытается там научиться, кто пытается тестировщикам войти-пойти, кто ещё... Те, кто войти, и те, кто реально, допустим, если вам там до 40 лет, или там до 35 лучше, наверное, и реально вы там можете преуспеть войти, идите войти 100%. Но если вы знаете, что вам там 45, и вы не преуспеете войти, или, допустим, ну не лежит у вас душа к IT и к там тестированию или ещё чему-то, оставайтесь при своей специальности, вы найдёте работу, потому что здесь работа нужна везде. Если вы там закупали какие-то пипетки, то вас возьмут здесь закупать, например, в любые закупки вас могут взять, и вы научитесь, вы как бы с каким... Здесь готовы обучать, готовы учить. Главное, чтобы, опять-таки, здесь два критерия. Главное, чтобы это был специалист и чтобы человек был хороший. Мне кажется, здесь основной критерий вообще, как берут людей, это чтобы человек был хороший. То есть на интервью, в резюме не наглейте, будьте собой или не будьте собой, если вы не очень хороши. Но здесь очень часто берут людей, просто потому что хороший человек, мы научим, мы сделаем. Кстати, про property assessment расскажу тоже быстренько. То же самое. Кто бы знал, что здесь нужны в property assessment, я сейчас работаю, у нас просто ужасная нехватка людей, ужасная. Готовы брать любых, но, опять-таки, нужен английский язык. Но при хоть каком-то ломаном английском языке, грубо говоря, людей уже у нас в property assessment готовы брать, потому что не хватает асессоров. И многие, допустим, не хотят идти на асессора, потому что эта зарплата, допустим, 50 тысяч. Но вы думаете о том, что зарплата 50 тысяч сегодня может через 2-3 года привести вас к менеджерской позиции в property assessment, в government. То есть это уже будет 1070 зарплата, если, допустим, в operational management. 70-80. И можно многому добиться. И, например, property assessment мы набираем людей, которым интересно, которые хотят работать. Мы год обучаем. Год проходит человек обучение. Естественно, он уже делает какой-то assessment, но и учится параллельно целый год. Потом мы оплачиваем, если людям интересно, если они хотят стать коммерческими асессорами, если они хотят идти выше. мы обеспечиваем людей обучением в университете в British Columbia. Это онлайн происходит, но тоже народ учит и проходит курсы assessment. Поэтому люди, в принципе, нужны везде. Просто нужно знать. Нужно знать, куда, как подаваться. И нужно, как бы, если вы не уверены в своих силах, то не старайтесь сразу идти там директором на зарплату 100 тысяч. Если уверены и готовы, допустим, искать эту работу полгода-год, то это того стоит, в принципе. Еще насчет работы не по специальности. Вот спрашивали насчет мастера маникюра и педикюра. Нужны ли здесь такие? Я думаю, что нужны. Я, честно говоря, я не знаю. Я с такими не общаюсь. Я как бы хожу в эти салоны, но я не знаю, нужны там люди или нет. Насколько я понимаю, это не очень выгодно, потому что мастера здесь паршивы, это правда. То есть педикюр, который делают здесь и который делали в Украине, это небо и земля. Точно так же и с парикмахерами и так далее. Но здесь все идет, во-первых, на время. Во-вторых, здесь точно парикмахерам нужно лицензию получить. Маникюр, педикюр, я думаю, тоже нужно получить лицензию. Это два. Номер три. Нужен все-таки английский язык, потому что, ну, думаем, да, что там, ну, маникюр сделать, можно и молча. Но многие люди, которые приходят делать маникюр в салон, они это все делают, приходят потрындеть тоже некоторые. Это третий поинт. Четвертый поинт, что это нужно найти. И насколько я знаю, насколько я понимаю, то очень многие салоны, они не берут тебя на работу и не платят тебе, а наоборот, предоставляют, допустим, место. Ты платишь там сколько-то денег за кресло, там ежедневно, или ежечасно, или ежемесячно, за кресло, или за комнату, где делают маникюр, педикюр. Ты платишь за это, и уже там, где ты взял клиентов, каких ты взял, сколько ты получил, ты платишь, получается, своему работодателю, а тому, кто тебе это кресло обесвечил, главному, кто в салоне. Ты оплачиваешь то, что эту аренду, и все остальное, то тебе. Но плюс еще надо понимать, что еще налог на работу, там процентов 20, то есть не так уж это выгодно. И получается, потому что я знаю несколько человек наших, которые уже с лицензиями, допустим, мастер маникюра, педикюра, или парикмахер с лицензией, почему-то они не идут вот работать в салон, а работают у себя на дому, открывают, как бы официально открывают салон, чтобы официально работать. Наверное, потому что невыгодно, но точно я не скажу. Поэтому, опять-таки, я считаю, что если у вас есть какая-то другая специальность, например, у меня подруга, она работала бухгалтером, какие-то там делопроизводства и так далее, но она также работала мастером маникюра, педикюра. Я бы и не советовала ехать мастером маникюра, педикюра сюда, я бы советовала учить английский с утра до ночи и пытаться найти работу по делопроизводству либо по вот бухгалтерии. Кстати, бухгалтера здесь тоже нужны. Да, я понимаю, что бухгалтерия в Украине, бухгалтерия здесь, это небо и земля, но процесс один и тот же. Многие, я знаю, обучаются, допустим, год, идут работать в более крутые компании, но также знаю девочек, которые так и работают в какой-то бухгалтерами, аккаунтами, аккаунтерами, либо, как я, например, работала в офис администратором, который делал всю работу аккаунтера, но меня обучили, я к бухгалтерии вообще, я ее терпеть не могу, но я смогла это сделать, то есть, опять-таки, лучше идите работать по специальности. Был еще вопрос насчет категории Б водителей, я вообще этот вопрос не поняла, потому что, я не знаю, это имеется в виду трак-драйвер или нет, трак-драйверы здесь нужны 100%, но, насколько я знаю, нужно учиться и сдавать права именно здесь, сдавать на права специальные, чтобы быть трак-драйвером или драйвером автобуса, водителям такси, я не знаю, что для этого надо, я думаю, тоже нужна какая-то лицензия, но я не уверена, водителей, как водители крутых мальчиков или девочек, то здесь, наверное, такого вообще не существует, вот все, что по вопросам могу сказать, еще есть, очень хочу рассказать про сайт и про компанию, организацию Working&B, я тоже постараюсь ссылочку дать, это одна из основных организаций, которую, кстати, вот Ignite Фредериктон советуют, они с ними сотрудничают, и Working&B, чем они помогают, они реально, заинтересованность у них помочь работодателям найти рабочих, то есть, в принципе, похоже на Ignite, контор, не похоже, а Ignite, они более коннектор, программа, у них другие задачи, но Working&B это реально задача тому, кто хочет найти работу, помочь написать резюме, помочь найти работников, они также помогают работодателям, то есть, как заинтересовать работников, чем хороша эта программа через Working&B, обязательно зайдите на их веб-сайт, там даже есть информация на украинские мови, они помогают украинцам, и если через эту программу вы пойдете, там определенные работодатели есть, то работодателю очень выгодно вас взять через эту программу Working&B, потому что Working&B платит работодателю 26 недель вашу зарплату, то есть, это полгода, они оплачивают вашу зарплату, и работодатель более лоялен к принятию на работу именно этого сотрудника, плюс они очень сильно помогают, они могут вам выстроить стратегию, то есть, если опять-таки, если у вас там такая-то, такая-то специальность, вот, например, у меня специальность я была в Украине аудитором по системам управления качеством, я была консультантом по системам управления качеством, я была менеджером по качеству, и они бы помогли мне продумать стратегию, куда мне пойти работать, например, на должность там офис администратора, чтобы потом более уже по специальности найти что-то более интересное и более подходящее к моей специальности, специальности, обязательно, если вот у вас есть, если бы я могла посоветовать, да, там, дать два или три совета, я бы дала такие советы, обращайтесь в Opportunities New Brunswick, обращайтесь в Working&Be, там реально сидят люди, которые очень много знают, которые очень много могут помочь, допустим, я знаю, вот, моя подруга, она тоже через них прошла, делала с ними резюме, нашла работу здесь довольно-таки хорошую, но опять-таки она была начальником тоже большим на большом российском заводе по закупкам, была там, да, какой-то директор по закупкам, а сюда она пошла просто координатором по закупкам, то есть, опять-таки, имейте в виду, что здесь не так охотно берут и не так нужны великие менеджеры и великие директора, но опять-таки, с другой стороны, если вы хотите или если вам надо зарабатывать там минимум 100 тысяч долларов в год, то может и есть смысл что-то долго искать, потому что в основном зарплаты вот такого вот среднего офисного планктона, скажем так, 50-80 тысяч, но и я уже много рассказывала про поднятие зарплат и так далее, поэтому, в принципе, вот это, наверное, все, что я могу рассказать про работу, я могу говорить об этом, наверное, часами, как проходить интервью, что лучше говорить, что лучше не говорить, как на вас посмотрят работодатели, как лучше сделать то, как лучше сделать это, но в основном вот основные пункты я уже назвала, попробую сделать вам ссылочки на эти компании, на эти сайты и удачи всем. Вспомнила еще один момент, как можно здесь зарабатывать. Есть здесь такая штука, как Skip the Dishes, это когда ты на своей машине ездишь по ресторанам, тебя через определенную аппликацию заказывают, как бы, это как таксист, но который возит еду, то есть ты заезжаешь в ресторан, забираешь там определенный ордер, определенный заказ и везешь по определенному адресу. Я многого не знаю, но знаю, знакомые работали и получали где-то тысячу долларов в неделю, это без вычета налогов в ковидные времена, кто-то рассказывали, что кто-то на Skip the Dishes работая один, даже дом себе купил, опять-таки, этого сейчас много нет, потому что ковид закончился, но Skip the Dishes все равно очень-очень популярный до сих пор здесь и можно зарабатывать либо подрабатывать, допустим, если вы решите поменять полностью карьеру и пойти, грубо говоря, например, в Property Assessment с асессором получаете 50 тысяч и работаете с 8.30 до 4.30, а вечером пару часиков в день подрабатываете Skip the Dishes, тоже можно жить. Еще раз, я об этом не говорила, но здесь нужно рассчитывать, что работать будет двое взрослых, потому что с одним только работающим во-первых, здесь очень тяжело, во-вторых, совсем неинтересно второму неработающему. И колл-центры, макдональдсы, гостиницы, им всегда-всегда нужны люди, гостиницы наверное можно и без языка практически, колл-центр нужен язык, но опять-таки, мне кажется, очень многие люди себя наши как переоценивают, которые например смотрят сериал Friends, да, и считают, ой, я смотрю сериал Friends, у меня зашибись, какой офигенный английский. Я сомневаюсь, что вас возьмут даже в колл-центр. С другой стороны, есть люди, которые с утра до вечера занимаются с репетиторами, общаются, разговаривают, но считают, что у них нет английского, поэтому мне кажется, лучше все-таки начать в колл-центре, чем в гостинице убирать, например, поэтому в колл-центре очень нужны люди, вот только недавно общалась с подругой, она говорит, есть колл-центр, который сейчас набирает 100 человек, то есть, опять-таки, очень-очень-очень много рабочих специальностей и очень много работы здесь, всем удачи!